Всем привет, друзья! В своем прошлом видео я сказал, что в понедельник вывешу такой же обзор катки, гайд, как вот так мансить, что делать, какие мысли были и так далее, но это занимает больше времени, чем я ожидал, потому что тот момент не сохранился, мне приходится сейчас скачивать весь стрим, а чтобы его скачать, Трова его перекодировывает, это занимает время, а время поджимает, скоро самому запускать стримчанский, а мне хотелось вывесить видео до этого момента. Но и тем не менее, я вас тоже не зазочарую, потому что буквально случайно просматривал все сохраненки, которые у меня есть и там нашел, вот отлично подходит под нынешние реалии, два типа игроков в Ханте, наглядно покажу, расскажу, я думаю, вы со мной согласитесь, ну и приведу всякие различные доводы, ну и не просто будет видос, а я расскажу, какая ситуация происходила, что было в этот момент и так далее, чтобы вы понимали полную картину и у вас было полное представление о том, что происходило. Но не всегда же играть в Хант, иногда охота провести вечер за просмотром хорошего фильма или сериала, это я читаю свой пост из телеграм-канала, где я советую подписчикам два клевых сериала вестерна, не буду таить, это 1883 и 1923. Потрясающая вещь, подробность за информацией в телеграм-канал и далее, какой байт, но это реально, это реально офигенный вестерн сериал, я уверен, они должны вам залететь, поэтому го в телегу. Ну и приятного просмотра. Дум Клайд, спасибо за 500 рублей. Спасибо, Дум Клайд. Что там? Что? Хотел обратиться в чат. Ребят, не будем таксистить. Вот у меня лишнего висания, но я комплексую на эту дему и меня бы это очень задело. Давайте, раз мы все здесь вместе, то будем дружными, любить и уважать друг друга меньше, чем ты. Да? Будьте хотя бы тактичными, абсолютно верно. А то толстый, толстый. Во-первых, не толстый. Ёб твою мать. А среднеупитанный. А. А. Собственно говоря, ситуация. Мы нашли босса, как вы видели. Я решил его до конца убить, но и мой тиммейт, скорее всего, шел к повозкам, к дилижансу, чтобы активировать какой-то перк. И там его, собственно говоря, быстро забрали. Лежит он далеко. Понятия не имею, сколько противников. То ли это двойка, то ли это тройка. Не знаю мысли своего второго тиммейта, собирается он его спасать или нет. Ну и в данном моменте я просто надеюсь, что его не подожгут. Он пролежит, я изгоню босса, восстановится хп и дальше уже сможем повоевать. Но, однако, ситуация фиговая еще из-за того, что босс только начал изгнание. У нас нету подсказки, чтобы посмотреть через темное зрение и понять, где находятся враги. Поэтому довольно-таки неприятно. Мейкор 27, да. Здесь играю на 2к. Поручка быстрее ближка забирать. Конечно, конечно. Там только ближка, всех боссов ближка быстрее забирать. Салты в кефире. Как дела, братан? Добрый, охуительный, щекастый. Вот! Не толстый, а накопительный. Че-очень, кто пофармали, эшки, вент стату, деликан. Я, конечно, в одной из каток, склад автоматчик, один из них умер на боссе. Они расстроились, создали второго босса, вернулись на первого босса. И еще один упал. В итоге я еще и умею. Нормально! Минус один тиммейт, да? Как обычно? Вот тут, закончив читать чат, я заметил, что его подожгли. И понимаю, что надо идти спасать пацана. Почему? Все-таки я уверен в этом. Потому что все-таки у меня есть перк земляной. Даже если я упаду, и у меня не получится это сделать, я просто выйду в лобби, и у меня снова мой хант сохранится. Поэтому тут особо-то и риска нету. Тут не надо бояться за свой хант, сохраню и сохраню и так далее. Да и потом лучше попытаться что-то сделать и ругать себя за то, что не получилось, чем потом постоянно кусать локти. И быть вот таким нехорошим человеком, который никого никогда не спасает. Типа, ой, далеко упал, сам виноват и так далее. Спасайте, у вас все получится. Даже если, даже если их больше и нету информации по ним, то лучше попытаться. Ведь вы тогда накапливаете опыт, а из опыта потом складывается у вас скилл. Вы никогда не научитесь играть против троек и в экстремальных ситуациях. Если вы не будете играть против троек в экстремальных ситуациях, в конце концов, если каждый потихоньку на счет так поступать, то хант станет лучшим местом. Итак, смотрим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, да, вот я бежал до этих тележек, и у меня даже не было этого перка «Мнимая смерть». Вот только сейчас его активировал. То есть вначале я имел все шансы навсегда потерять своего абсолютно не вкачанного ханта. Вот, тем не менее, я решил, что лучше попытаться спасти чувака. Ему станет чуть-чуть приятнее, у кого-то день пойдет лучше. Да и, в принципе, у меня тоже настроение улучшится, а не буду сидеть с угрызениями совести. Ну ладно, поехали дальше. Вот так это дело и прошло. Мы сделали минус три, я забрал двоих из этой команды. Мой второй живой тиммей забрал одного, естественно. Как говорится, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Потому что ребятки подожгли моего третьего рандома. Однако вот предыдущий килл, там где через забор я бахнул чувачка, его не смогли поднять. Я понял, почему они смогли поднять после этого. Он после выстрела по нему, попадания по нему, упал в этот огонь, который невозможно потушить, и там в нем и остался. Так что карма, твою мать! Но это лишь одна часть. Давайте посмотрим на вторую ситуацию. И вы, ну вы рассудите меня. Правильно ли я там все говорил. Нормально подловил. Продолжение следует... Ваши ловушки здесь заебали, если честно, пацаны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... размен с кем с чуваком который далеко был и мой второй сдох тоже нахуй потому что бесполезный и этот пойдет играть издалека потому что ебаный снайпер сука как же вы меня заебали это все что придумал ебаный рот какой же ты тупый ебать ты тупой все это все что придумал снайпер ребят съебаться тупая душная хуйня блять конечно подгорело я знатно но сами посудите у чувака есть ленточная конверсия на кровотеке при этом у него есть феннинг ситуация один в один то есть у тебя подсказка у него подсказка вы остались один в один потому что у нас и у них минус 2 эти два минуса сделал я ну может быть попытаться что-то сделать но как-то нет нет он просто убежал но приятно из этого против меня вот из параллельной командой из другой команды оставался один из зрителей он потом зашел и написал что все таки догнал этого чувака на выходе и когда тут эвакуируса дал ему голову этот сутка не смог эвакуируется и просто проиграл ну вот он даже не пытаясь не пытаясь он просто всрался и при этом стал еще более нехорошим человеком после этого я еще попался в катку кстати в катке нашел в одной команде я ему все высказал достаточно сдержанно естественно сдержанно молодой человек но какие ваши мысли на этот счет вот действительно понимаю что каждый играет в эту игру ровно как хочет но блин что вот вот так настолько надо быть неуверенным в себе чтобы на снайпе с феннингом не попытаться изменить ситуацию один в один я вас умоляю обязательно пишите как вам этот снайпер вы наверняка запомнили его никнейм вот мы увидимся на стримах всем хороших игр и до скорого да это надо сколько это метров